Дорогие друзья, хочу с вами поделиться вот на какую тему. Говорите ли вы о людях хороших? Если у вас есть желание достичь успеха, вы должны исключить из своих высказываний сплетни. Ниже я подробнее расскажу о том, как проверить, насколько склонны вы сплетничать. И первым пунктом будет, распускаю ли я сплетни о людях. Второе. Есть ли у меня хорошие слова о других людях? Третье. Люблю ли я слушать про разные скандалы, сплетни, интриги? Четвертое. Оцениваю ли я людей на основе фактов? Пятое. Призываю ли я других рассказывать свежие слухи? Шестое. Начинаю ли я иногда со слов «только не говори никому»? Седьмым пунктом является «не выдаю ли я какой-либо доверительной, либо конфиденциальной информации?» Восьмым пунктом и заключительным является «испытываю ли я чувство вины по причине того, как высказываюсь о других людях?» Запомните. Изрубив топором мебели своего соседа, вы не добьетесь, чтобы обстановка выглядела лучше, чтобы ваша именно обстановка. Здоровый подход к миру – заразительный. Не ждите, пока вас заразят этим. Заражайтесь позитивным отношением, хорошим отношением к другим людям. Работайте над собой. Самоконтроль – это основная черта лидера. Владение своей речью является фундаментальной задачей для тех, кто хочет работать над собой и над своим успехом. Решите, что будете позитивны в своих высказываниях. Не огорчайтесь, что не всегда получается. Эту привычку можно встроить за 21 день. Ровно столько нужно для того, чтобы привычка начала в вас вырабатываться. Работайте над собой. Успехов вам, друзья!